Здравствуйте, коллеги! Для всех, кто прошлую неделю не отдыхал, а работал, наверное, показалось, что не очень легко отдавался трейдерский хлеб, и движения, которые сейчас, когда смотришь на графиках, выглядят очень уверенными, сильными, очень существенное укрепление доллара продолжилось на прошлой неделе, но не выглядят таким же простым, как и так далее. Это очень простым и веселым, когда ты смотришь те же самые вещи вживую, в таком в текущем режиме. Посмотрите, если мы возьмем график самой известной валютной пары евро-доллар, то здесь падение, оно фактически за прошлую неделю, составило порядка 200 пунктов, и выглядит таким естественным продолжением падения начавшегося еще в середине апреля. Тем не менее, по ходу движения здесь были пробиты такие важные достаточно линии нисходящего канала, то есть рынок ускорил падение, но видим мы и следующую историю, что если в режиме реального времени, так сказать, вот в часовом, скажем, графике сейчас уже посмотреть, как это все выглядело, то движение, в общем, как бы только в определенные моменты ускорялось, вот, собственно, 1 мая это было, затем какие-то отрезки времени, когда падал рынок, они перемежались с отрезками этих сильных отскоков. И фактически, наверное, вот кроме, собственно, 1 числа, и то с натяжкой, не было, наверное, ни одного дня, когда бы рынок двигался так вот направленно, четко, только в одну сторону. Характерные движения были нападения на британском фунте, здесь можно отметить большую последовательность. Вот на остальных же валютах, собственно говоря, вот посмотрим еще раз, обратимся к евро-доллару, возьмем, скажем, дату такую, как 2 число мая, 3 мая. Посмотрите, вот небольшие ускорения, да, которые, как только они начинались, вот это как раз тот самый голубой канал, вот как только начинались ускорения, рынок стоял несколько часов, и затем находил повод обязательно позакрывать позиции, отпрыгнуть. В данном случае на комментариях ФРС там ничего, скажем, не было особенного, но был повод для того, чтобы немножко подергать котировки, затем снова возобновлялось давление, да, вниз, снова шло закрытие позиций, и то есть так в целом по итогам недели действительно пара существенно ниже, да, но фактически вот мы видим, что она укладывается пока что в такой пологий, очень слабо наклоненный, да, вот этот красный канал нисходящий. Почему так происходит? Почему так происходит? Ну вот давайте разберемся, во-первых, технический момент. В той же самой паре евро-доллар мы, наверное, можем при ближайшем рассмотрении видеть, куда, собственно, пришли цены. А цены, они пробив сначала границу горизонтальной зоны 21,50, затем ускорились, да, ушли ниже голубого канала, они пришли вот в области цен, которые уже здесь заметно сдерживали рынок сверху, буквально вот этой осенью. То есть мы видим, что максимумы ноября, декабря, до того, как ускорился рост евро, они как раз находились в этой зоне. То есть если брать классически цены закрытия, например, да, то это район уже вот 19,00, это район 18,50, если смотреть еще вот там месяцем раньше поднять эту историю. И на самом деле вот область цен, которую сверху тестировали в январе этого уже года, после прорыва вверх, опять же, да, вот видите, область тестов, она находится там же. Это те же самые 19,30, 19,50, то есть район, где, собственно, евро-доллар пока что и застрял и на текущий момент. То есть таким образом вот чисто технически, да, уже достаточно много пролетела пара, если брать от прорыва 21,50, получается порядка 250 пунктов вниз, и она начинает буксовать просто по той простой причине, что на самом деле технически здесь есть сдерживающие границы. А что же на фундаменте? А на фундаменте, вот мы сейчас обсудим, собственно, из-за чего доллар рос, но вначале вспомним важный факт, что у нас ожидается уже буквально этой осенью. Ожидается завершение программы покупки активов Европейским Центробанком. То есть они закругляют историю с печатным станком, заканчивают количественное смягчение, это будет, видимо, сделано в самом конце сентября, и объявить они об этом, по идее, должны где-то в середине лета. То есть июнь или максимум июль будет практически объявлено о завершении количественного смягчения. А это значит почти вертикальный, скорее всего, достаточно быстрый рост европейской валюты в тот момент, когда это будет объявлено, из того места, где это известие примерно евро-доллар застанет. Но фонды, большие банки, которые планируют свою торговлю надолго, они не могут не помнить об этом, разумеется. Они об этом вспоминают перед каждым заседанием, ждут каких-то сигналов от Марио Драги. И даже вот на последнем заседании, недавнем, 26 апреля, первая реакция на отсутствие заявлений Драги конкретных, а тем не менее она была благожелательной, потому что было много положительных прогнозов сделано по Европе. И сначала курс евро отпрыгнул вверх, и лишь оттуда, там спустя час-полтора, начали потихоньку европейскую валюту распродавать. То есть мы видим, что рынок на самом деле, он скорее всего такой серьезный продуманный рынок, крупные акулы, они готовятся к мысли, что как бы низкая евро не спустилась, но в общем-то еще быстрее, скорее всего, и еще выше европейской валюты подниматься. Вот давайте посмотрим и вспомним с вами, как вообще началось движение на рост, что там, собственно говоря, происходило. Ведь как раз вот, собственно, с лета прошлого года подъем, вот этот вот июльско-августовский и впоследствии уже продолжение в 2018 году, он и начался с известий о том, что ЕЦБ вот-вот закруглит программу количественного смягчения. И чем конкретнее эти известия становились, чем больше были там сначала намерки, а потом конкретные факты, тем выше евро-доллар поднимается. Также мы можем видеть по картинке, что если мы весь вот этот вот подъем с вами осмыслим, если весь подъем возьмем, не вот так, не только тот участок, который за 2018 год и за конец 2017, а вот весь на самом деле существенный подъем, то что же мы видим, да, весь подъем, начиная с января аж 2017 года, по максимуму выше 1.25 в этом году, мы увидим, что текущее движение не то, чтобы даже укладывается в коррекцию, а оно гораздо меньше характерно известной всем по Фибоначчи уровням коррекции в 38%. И вот эта максимальная, скорее всего, коррекция в 38%, она находится чуть выше 1.17. То есть я при этом не утверждаю, заметьте, что цена даже туда обязательно придет. Но рынки, ставя себе цели, задачи какие-то по прибыли, понимать, что, грубо говоря, продая они вот там по 1.19, они могут максимально извлечь там прибыль, ну сколько, ну пунктов 200 в лучшем случае, наверное, да. А потенциальный их риск, ну примерно такой же, там 20-21 достаточно отката в какой-то момент, да, и этот откат примерно равен извлекаемой прибыли. Вот именно это обстоятельство, я полагаю, и удерживает, во-первых, чисто технически и по мани-менеджменту крупных игроков от таких совсем уж массированных продаж евро. То есть понимают, да, что может быть им будет выгоднее, если действительно цена упадет, скорее купить оттуда, чем сейчас вот где-то зарабатывать еще дополнительно на продажах. При этом, заметьте, я не говорю, что те, кто продолжают стоять на продаже по евро, что они где-то будут недополучить прибыли или где-то, может быть, окажутся в убытках, нет. Имеет смысл, наверное, стоять, имеет смысл дожидаться более низких целей, наверное, если вы уже находитесь в ранее открытых, с более высоких цен прибыльных позициях. А вот, соответственно, пытаться ли продавать при движениях ниже 1.19, ну, краткосрочные интродры, наверное, такие сделки вполне возможны, имеют смысл. А вот имеет ли смысл ставить далеко идущие цели, торговать именно в этом месте, каким-то вот особо крупными объемами? Я думаю, что, как минимум, имеет смысл для ответа на этот вопрос обратиться к фундаментальным моментам, на что я сейчас обращу внимание ваше. А именно на этой неделе будет два главных фундаментальных для доллара и для евро, по сути, значит, тоже события. Это данные по инфляции в США. Четверг, главные данные, это индекс потребительских цен. И среда, это промежуточные данные, но тоже важные по инфляции, это индекс цен производителей. И вот, может быть, как раз данные по инфляции дадут, возможно, ответ на вопрос, способен ли доллар ускориться еще сильнее или же доллар уже приплыл на данный момент и готов к отскоку, то есть я имею в виду отскок вверх по основным валютным парам, там евро-доллар, фунт-доллар, может быть, каким-то другим. В данный момент, ну, давайте посмотрим именно фундаментальные причины. Что ожидается в плане выхода этих данных? Посмотрите, я возьму один только индекс потребительских цен, целях сейчас экономии нашего времени. Вы видите, что вот месяц от месяца, это данные, да, они стагнировали, и лишь последний месяц инфляция резко начала ускоряться. То есть данные пока только за один месяц, они вот дали 2,4% рост. До этого 2,1, 2,2, 2,1, 2,2. И по-прежнему эта инфляция, она ниже пока, чем была в начале года. Почему инфляция так важна? Потому что инфляция дает повод ФРС, возможно, возможно, не факт, но возможно, как-то ускориться с подъемом процентных ставок. Во что лично я, например, не верю, как и большинство рынков, это не верит, это показывают, в том числе, данные из Чикагской биржи. Серьезно, резкое ускорение подъема ставок в США рынки не верят. Но, возможно, их вера чуть-чуть окрепнет, возможно, а значит и окрепнет возможность для роста доллара. Если вот данные за очередной месяц будут на таком же уровне или чуть выше, вот если это произойдет, то доллар может получить новый импульс к росту. Если нет, если вернутся данные опять в диапазон куда-нибудь 2,2, то доллар отскочит очень существенно и, может быть, быстрее, чем он в последние дни рос, потому что это будет закрытие позиций покупателей по доллару, а закрытие позиций всегда происходит побыстрее, чем открытие сделок, потому что закрытие сделок с прибылью всегда решится большинству рынка проще. Но и в этом случае это будет возможность заработать, разумеется, я пока не говорю слово о том разворот, но на существенном отскоке доллара. Это будет очень хорошая возможность, и я рекомендую, если вы такие данные увидите, ей не откладывая в долгий ящик прямо в течение того же дня воспользоваться, потому что это может быть из-за заряда таких сделок, которые выходят в прибыль очень быстро. Не обязательно прибыль будет какая-то очень большая, но это может быть движение, скажем, от 30 до 50 пунктов, которое либо продлится дальше, если технические условия позволят, либо остановится там, скажем, на этом немножко успокоится. Но так или иначе, это будет возможность уже находясь в какой-то прибыльной ситуации в интродэй-сделках, либо эти сделки оставить, соответственно, на рост возможной прибыли, либо ее зафиксировать, либо какие-то компромиссные варианты принять, например, половину объема забрать прибыль, половину оставить. Но так или иначе, это решения, которые могут приниматься уже в ситуации текущей прибыли. Но обращаю ваше внимание, что показатель выходит не один, то есть вот мы посмотрели с вами показатель CPI общий, это индекс потребительских цен, а вот есть показатель так называемый стержневой или core CPI, это тоже индекс потребительских цен, без учета цен на энергоносители и без учета цен на продукты питания. И вот этот индекс, он скакнул, скажем так, более резко, как вы видите, вот это, собственно, и вызвало некоторую, может быть, долю энтузиазма. Мы видели, что было 1,8-1,7 по индексу, много месяцев причем, почти год. И вот такой вот опять же разовый скачок. Но обращаю ваше внимание опять же на то, что сейчас существенная часть роста цен, она идет именно за счет нефти. Нефть перебивает исторические, не перебивает максимумы этого года, и там трехлетние максимумы, нефть возвращается на уровни, которые были еще до снятия санкций с Ирана в 2015 году. То есть, если вы помните, в 2015 году, когда снимали санкции, то с 65 примерно долларов за баррель нефть вот тогда и падала вплоть до 30. Тогда же были максимальные проблемы с курсом рубля, когда доллар до 86 рублей почти доходил. Вот это все было на снятии санкций с Ирана. А сейчас нефть как раз дорожает, в том числе по причине того, что американцы могут выйти из ядерно-нефтяной сделки с Ираном и вернуть свою часть санкций. Европейцы, правда, этого не собираются делать, но американцы могут. Это значит угроза недопоставок на рынок, соответственно, дефицита на нефтяном рынке опять, и нефтяные цены могут еще подрастать. Вот можем посмотреть, собственно говоря, с вами картиночку, как это выглядит сейчас на текущий момент, а это выглядит довольно интересно. Вот посмотрите, скажем, нефть марки УТА, это американская нефть, она пробила очень красивый такой вот флажочек вверх, коридор, который держался в середине апреля, ну и, собственно говоря, есть ресурс, ну, скажем, двигаться в пределах величины древка, а вот оно, древка, это рост начала апреля. Мало того, эта древка, она где-то выбивается примерно из восходящего треугольника длиной в несколько месяцев. Таким образом, здесь еще отработка может быть величины треугольника. То есть приблизительно движение в район, куда им, 74-75 долларов за баррель по американской нефти здесь вполне выглядит реальным. И видим, что вот по более привычной для большинства россиян нефти бренд, здесь тоже идет, естественно, перебитие максимумов, но пока не столь существенное, но тенденция достаточно очевидна, и если она сохранится в течение хотя бы этой недели, еще полтора, два, два с половиной доллара вверх, куда-нибудь в район 78-79, цены вполне могут подняться. Соответственно, это, кстати говоря, непосредственно на нефти открывает некоторые возможности для заработка, скажем, выставляя защитные заказы на начало дня пятницы или, скажем, на начало движения этой недели, возможно. Можно, я думаю, посидеть в течение недели текущей и подождать некоторые прибыли на росте нефти. В связи в том числе с тем, что как раз решение Америки по тому, оставаться ли в нефтяной сделке с Ираном, оно будет принято, скорее всего, по крайней мере, так предварительно объявлено Дональдом Трампом до 12 мая, и, вероятно, 12 мая и последует объявление. 12 мая – это суббота, соответственно, скорее всего, до субботы мы новостей или не услышим, или услышим их в самый последний день, в пятницу под вечером, и у рынка есть время по нефти подрасти на ожиданиях этого события в течение недели. А там уже, ну, может быть, и не обязательно какие-то сделки оставлять через выходные, потому что американцы могут и не выйти из сделки, а, например, затянуть время, объявить, так как они делали, вот, скажем, с канадцами по пошлинным переговорам, по на автосделкам, они могут просто объявить, что, ну, скажем, мы откладываем решение еще там на месяц-два, вот наши такие-то предварительные требования, мы там готовы их обсуждать, а там потом, вот в этом случае нефтяные цены могут после выходных немного присесть. Вот, если вдруг США примут невероятное решение остаться в сделке, как она есть, естественно, нефтяные цены присядут сильнее. Но пока в течение этой недели вся вот эта угроза, она, разумеется, давит направление вверх. Поэтому вот помимо возможности здесь непосредственно в нефти поторговать, мы можем с вами ожидать, что в целом вот этот весь растущий нефтяной тренд, он, наверное, за прошедший месяц, повторюсь, вернусь назад, оказал влияние, скорее всего, вот на этот индекс, может быть положительное, да, то есть на индекс потребительских цен в том числе, но мог не оказать влияния на аналогичный индекс без учета нефтяных цен. И вот если рынки увидят, что корс API без нефтяных цен особо не вырос и снизился назад куда-то, а вот этот индекс даже вырос, то все равно это может создать некую реальную вполне ситуацию отскока доллара, то есть я имею в виду снижение, да. Поэтому не исключен вариант, что вот эта неделя, если данные по инфляции не подтвердят сильное инфляционное давление, она вполне может оказаться для доллара, ну, если не разворотность снова в сторону снижения, то по крайней мере неделей, которая закончится сильным отскоком. Ну, и технически можно посмотреть, вот как это выглядит на разных валютных парах. Мы уже не будем с вами полностью упираться в евро-доллар, который мы достаточно посмотрели. Давайте глянем, например, на британский фунт. Здесь еще более эпическое и серьезное падение с середины апреля мы видели, и на старшую неделю она ускорилась. Ну, здесь мы знаем, в отличие от евро, с чем связано, потому что британская валюта, она получила несколько сильных ударов в апреле, именно с середины апреля, от главы своего же банка, которая заявила о более позднем повышении ставок за Брексит, от экономических данных, много было ситуаций подобных, и в результате, в общем, британский фунт, он с уровня почти 1,44 упал уже ниже 1,35 в какой-то момент. На самом деле все это вместе, это, в общем-то, уже почти приближается к отметке там в 900 пунктов это падение. Это достаточно сильно и много для того, чтобы имеющие здесь прибыль продавцы при случае могли бы на самом деле и скорректировать свои позиции, то есть что-то позакрывать. Вот в частности мы видим интересные здесь такие вот линии голубых наклонных каналов, точнее границ, таких наклонных движений, которые могут вполне быть протестированы. То есть это вот зона от 36.50 до 37.20. В принципе, если вот тест туда будет, то, во-первых, можно рассмотреть, конечно, продажи из этой зоны, если с долларом ничего страшного не случится на неделе, но можно будет рассматривать в течение недели, наверное, и попытки подъема, если интродэй появятся сигналы некие на покупку в британской паре. Хотя, честно говоря, я бы в первую очередь, если против доллара рассматривал бы сделки, или в евро, поскольку у евро, в отличие от фунта, нету таких причин для слабости, нет никаких плохих новостей, собственно, по евровалюте. И рассматривал бы, на самом деле, ситуацию в австралийском долларе. Вот давайте ее посмотрим как раз сейчас. Она достаточно интересна. Посмотрите, здесь есть ситуация с недобитием до нижней границы. То есть вот на протяжении нескольких дней подряд мы видим, как австралийский доллар не хочет против американского доллара ни обновлять низы, ни даже их повторять. То есть фактически это одно из нескольких немногих исключений валюта, которая на прошлой неделе не падала дальше больше. Вот, собственно говоря, здесь возможны и попытки. Мы видели и на нонфарме, как уже отскакивали в пятницу. И можем видеть, что дальнейшие какие-то отскоки, если пойдут, или будет, может быть, пробитие вот локального здесь сопротивления, район 75-60. В этом случае можно, наверное, подумать о повышении, не забывая об общей картинке. А общая картинка выглядит так, что здесь есть на самом деле на протяжении 4 месяцев нисходящий локальный тренд. Нисходящий, да? Поэтому пока подъемы они воспринимаются все-таки коррекционно, если они будут, да? Но в то же время есть пройденная вниз граница треугольника. Она тоже указывает вниз, да? Казалось бы, все очевидно. Но именно эта пара забуксовала больше других. Почему? Потому что, во-первых, здесь есть технические низы 17-го года, они прямо рядом, и цена крутится вокруг них. Естественно, да, не весь рынок ожидает, что эти низы будут прямо существенно переписаны. Если, как бы, американцы по своим показателям действительно превзойдут ожидания по инфляции, это, наверное, возможно. Если нет, более вероятно попытки коррекции и тестирование каких-то цифр ближе вот к границе треугольника. Ну и не будем забывать следующее, что особенно в австралийской паре, особенно в австралийской паре, актуально смотреть на еще один очень важный график. На самом деле мы о нем ввели тут недавно речь. Я сейчас напомню. Это график доходностей по облигациям американским. Почему американским? Потому что, в частности, Австралия и США это конкуренты за финансовые потоки именно по доходности облигаций. Они сейчас почти одинаковы. И вот есть, соответственно, версия, что по американским доходностям 3% годовых вот этот пик, он может стать абсолютным пиком. Сторонники этой теории как раз и вызвали укрепление доллара в конце апреля. И вот это вот укрепление доллара в связи с пиком на самом деле несколько избыточно, потому что, как мы видим из картинки по доходности облигаций, пока технический вот анализ как бы этого графика, скажем, он не показывает, что здесь вот пик, это уже пик. Мы видим наоборот, что несколько буксует снижение и скорее напоминает такой слабо нисходящий канал. А в общем, такой разворотной фигуры, как слабо нисходящий канал, ее нет в природе, обычно она не встречается. Это очень редко бывает. Возможен какой-то подъем к пикам, новый тест, тогда может быть здесь две вершины, да. И вот в случае, если такая доходность по доллару будет расти, значит будут уходить из американских облигаций в моменте. И это значит, что может доллар как раз откатывать и на валютном рынке, в частности по отношению к австралийцу и к евро. Потому что это основные два региона мира, куда уходят деньги, если они не идут в Америку. Ну и как бы, собственно, это вот те пары, в которых нет как бы явных, фундаментальных других слабостей. Далее, да, если мы увидим, что будет действительно снижение подоходности, вот я уже называл эту цифру в прошлой нашей торговой неделе, ниже 2,90% по десятилеткам США, вот в этом случае, только в этом, доллар может прямо укрепляться сильно и к другим парам. Наоборот, доллар может ускорить укрепление. Но вот пока, вот на данный текущий момент, безотносительно к тому, что будет происходить с доходностями на неделе, что называется, ничто за это не говорит. Скорее ситуация напоминает, вот некое тоже здесь древкое, некий флаг и возможность тестировать как минимум верхние значения по доходностям, а это, как мы знаем, негативно для доллара. Во всяком случае, если вы посмотрите корреляцию, как на последние месяцы, как последние месяцы реагировало на рост доходности по облигациям доллара, то доллар снижался вместе с ростом доходности на протяжении нескольких месяцев лета прошлого года. Поэтому вот, если здесь нет пика, для доллара это негатив. Ну и еще один момент, который тоже может остановить, на самом деле, на текущий момент от покупки американской валюты, это уже состоявшийся факт, вы знаете, что в пятницу выходили данные по рынку труда США, и самая основная там цифра была не количество рабочих мест, а основная цифра была, это рост заработных плат. Так вот, рост зарплат оказался всего лишь 0,1% в предыдущий месяц. Мало того, что еще более важно, месяцем раньше цифра выходила 0,3%, я не оговорился, она пересмотрена до уровня 0,2%. Таким образом, мы видим, что последние три месяца не дали никакого прироста зарплат, подобного тому, что было вот в конце прошлого года. И в результате получается, что вот как раз низкий торост зарплат, это была вторая главная оговорка, всегда ФРС. Первая оговорка, малая инфляция, вторая оговорка, инфляция идет не из-за зарплат. Так вот видите, здесь оказывается, что если даже инфляция растет, то она похоже идет не из-за зарплат. Например, вот канадский банк в аналогичной ситуации, когда вот эти фразы, повторю и упомяну, вот эту ситуацию, вызвал достаточно сильное снижение своей валюты. Если в какой-то момент кто-то из руководителей ФРС захочет прокомментировать именно в таком ключе ситуацию, что да, инфляция есть, но она там из-за нефти, из-за каких-то внешних пока факторов, но не из-за зарплат, поэтому спешить слишком сильно с повышением ставок не надо, то опять же мы можем увидеть ситуацию с отскоками по европейским валютам, со скоком по австралийской валюте, по британской, по евро и может быть каких-то других валютах против доллара, поскольку доллар переукрепился. Вот я не говорю, что эта ситуация обязательно сложится, но призываю присматриваться вас к картинкам, которые будут складываться. Ну и, пожалуй, на самом деле из того, что мы с вами успели обсудить, наверное, наиболее характерно сделать акцент на технических моментах. То есть, как бы подтверждением или опровержением всему тому, что мы с вами делали, может служить возможность прохода через верхние уровни выше, и это действительно будет означать, что доллар на данный момент приплыл, как в такой паре, как евро-доллар, так и в австралийской паре, там и в британской, как мы смотрели. Либо же, при каких-то сильных инфляционных данных или при снижении доходности, особенно по американских облигациям, что более важно, если будут попытки прорыва канала вниз, то можно какое-то расстояние, конечно, вместе с растущим долларом, так сказать, проехать и получить здесь некоторый разовый доход, но очень рекомендую внимательно присматриваться к возможным признакам, на том, что ситуация может поменяться, развернуться, отскочить, то есть я бы не делал сейчас каких-то далеко, скажем, идущих выводов, что если мы там видели там 1.19, то мы увидим обязательно 1.15, или если мы по фунту вот уже на 900 пунктов упали, то мы обязательно упадем там еще на 300, я думаю, что ситуация не столь однозначно на складывающиеся недели, и каждый день, каждый день, по сути, можно торговать отдельно, то есть каждый день рассматривать очень внимательно ситуацию на графиках, техническую, торговать ее отдельно, эту ситуацию, и точно так же рассматривать момент выхода новостей, а такой новость, как я уже сказал, в среду будет инфляция по США, в четверг более важная инфляция по США, и в каждый момент вот будет определенная реакция, которая может длиться там от нескольких часов до пары суток, в зависимости от силы новостей, ну и что касается британского фунта, не забудь, что в четверг заседание Банка Англии, на которое тоже будет реакция, и вместе с заседанием будет тоже инфляционный отчет, вот, вряд ли здесь прям будут какие-то невероятные вещи сказаны, но малейшие нюансы в заявлении от Банка Англии, или в инфляционном отчете, они могут вызвать также на самом деле или ускорение падения фунта, или что на данный момент технически выглядит, поставить технически выглядит более вероятным, отскок на 150-200 пунктов вверх, соответственно, не упустите тех возможностей, друзья, которые на этой неделе есть и будут, больше вам денег, внимательного отношения к торговле, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok